Луис Бартмайер Он был предприимчив с детства. Когда его спросили, зачем он копит 20 монет, ответил, что купит тележку и сможет поставлять не по одной металлической балке в магазин, а сразу несколько, таким образом получая большую оплату. Луис Бартмайер Под кинотеатр, но идентичных заведений сотни в Бостоне. И Луис решает превратить просмотр фильма в целый перформанс. Он размещает в зале орган, сопровождая просмотр фильмов музыкой. Его жена с помощницами печет домашнее печенье и раздает на входе. А в канун больших праздников Майер устраивает приемы и посылает зрителям открытки. Но и это не все. Луис впервые в истории приглашает реальных актеров на премьеры и устраивает автограф сессии, что превращает его кинотеатр в лучший не только в городе, но и в целом штате. Но Луису Барту Майеру этого успеха не хватает. И он принимает решение, которое делает из него миллионера и круто меняет всю его жизнь. Он закладывает все. Дом, кинотеатр, все имущество и даже обручальное кольцо жены. И выкупает права на показ премьерного фильма «Рождение нации». Он пошел ва-банк и не прогадал. Фильм становится одним из самых громких и популярных кинокартин начала 20 века. Сразу после этого он продает все имущество и отправляется с семьей в Голливуд. В начале 20 века Голливуд – это лишь деревушка, которая притягивает внимание режиссеров, актеров и киномагнатов всей Америки. Здесь Майер создает свою кинокомпанию «Майер Пикчерс», которую вскоре выкупает другой киномагнат – Маркус Лоу, как и еще три кинокомпании. И создает известную всем и каждому киностудию «Метро Голвин Майер». Да-да, именно ту самую со львом на заставке. Всего заставок за всю историю существования студии было шесть. В них снимались шесть различных львов. А первого льва снимал сам Альфред Хичкок. Луис же становится вице-президентом киномашины. Компания быстро развивается. Про нее говорят. В «Метро Голвин Майер» звезд больше, чем на Неме. И действительно, здесь было все. Своя кухня, рестораны, тренажерные залы, бассейны, магазины, своя сеть транспорта и даже личные дома для звезд первой величины, декорированные под их вкусы. На студии действовала даже своя милиция. В общем, город в городе получается. Все поколение актеров взрастило и отыскал лично Майер. Джуди Гарланд, Джон Гилберт, Ева Гарднер, Фред Астера, Кэтрин Хепберн и Спенсер Трейси. Все они светило немого кино. Были обязаны некогда голодающему металлосборщику. За годы существования MGM выпускает бессмертные шедевры, ставшие классикой. «Волшебник страны Оз», «Унесенная ветром», «Бен Гур», «История Христа». Но с приходом телевидения студия терпит убытки. Ее владелец Маркус Лоу приглашает нового директора, и тот замещает Майера. И его убирают из мира, который был буквально создан руками Луиса. Киногений покидает здание студии, пройдя по красной ковровой дорожке под аплодисменты коллег. А несколькими годами позже получает Оскар за немыслимый вклад в историю кино. Кстати, саму кинонаграду учредил тоже Майер. Годом позже он умирает от лейкемии. По легенде, последними его словами становится «Оно того не стоило».